До войны я занималась очень активно помощью животных, и поэтому у меня как раз совпала и военная тематика волонтерская и поживотных. То есть это два в одном. И сложилось так, что Антонина Гошовская увидела объявление о том, что ребята в зоне АТО на передовой линии под Волновахой нашли непонятного краснокнижного зверяка, как в тот момент, как они говорили. Ну и я за ним поехала, так как это ребенок маленький, ну как его автобусом передавать. Вот, и таким образом он попал к нам в Николаев. Думала оставлять его в нашем Николаевском зоопарке. Но, к сожалению, на мой взгляд, условий ему нет подходящих, поэтому он начал искать дальше ему приют, где также будет пара, потому что они краснокнижные, их нужно разводить, это факт. Ну и таким образом, благодаря, я так думаю, 1 плюс 1, которые выпустили репортаж Василий Теркин, Общество защиты Куни, общественная организация, увидел, написал и говорит, что вот есть в эко-парк в Харькове, где уже они также отдавали спасенного детеныша, выкупали, и говорит, ну вот там хорошие условия, и очень круто вживут животные, и, ну, что лучше всего отдавать туда. У нас существует в Украине фонд спасения Куни. Мы уже сотрудничаем с ними не первый раз. Первым нашим обитателем от них стала перевязка, точнее, стал это тигра. Потом к нам приехал от них же парсук спасенный, выкупленный у притравщиков, которые продавали этих животных. Парсук у нас после его травмы, у него была небольшая травма ноги, у него была микротрещинка в лапке, он уже выздоровел абсолютно. Малыша зовут Лелик в честь своего спасителя, потому что позывной у Леши Петкоморный, это его мальчик, который спас, 22-летний, с 30-й бригады, Лелик. Ну, и таким образом, сначала навали, что девочка, ну, мы у них не очень понимаем, была Леля. После того, когда он немножко подрос, поняли, что это Лелик. Нашли они его в глубокой мусорной яме, после дождя они не видели, что это просто что-то ползало. Вот, первым мальчик увидел, потом позвал уже Лешу, Леша спустился, достали его, а потом еще и Лешу. Представали, что там около 15 метров глубина ямы. Ну, и посадили в коробку и не знали, что делать. Потом начали смотреть, увидели краснокнижное, уже начали искать ему приют. Состояние животного вполне удовлетворительно, ребенок активный, на вид в месяц полтора-два, не больше. Животное довольно-таки доброжелательное мальчику. Сейчас его прожидают дегерметизация профилактическая, в дальнейшем вакцинация, ревакцинация, вакцина от бешенства по возрасту. Обычно ее делают в год. И дальше уже кровь будем брать на диагностический анализ, чтобы посмотреть общее состояние животного. На карантине животное пробудет месяц, когда карантин, он находится под постоянным наблюдением ветеринарных врачей, также и работников сектора, киперов. То есть животное постоянно подпросмотрено. Не жалко его отдавать? Жалко, конечно, но мы должны думать трезво. Мы себе не игрушку заводим, которой можно побаловаться, а через полгода надоест и отдать. Поэтому решили найти ему дом в зоопарке, где он будет, во-первых, считаться, чтобы знать, что все мировое, чтобы знали, если появится девочка, то будут с вашим тигры соревноваться, кто из них. Мы сейчас будем общаться с другими зоопарками, потому что не только у нас они содержатся, возможно, кто-то переедет из девочек к нам. Но все же это краснокнижное животное, и мы малышей, возможно, будем выпускать на волю, для того, чтобы увеличить популяцию их дикой природы.